люблю запах свежего моря и горящей древесины вражеского корабля на рассвете подумал кто-то из лесты и показал нам как нужно неудачу противника превращать в свои победы и если вы пока что ничего не понимаете то значит вы просто не играете в тундру а значит мне будет чем вас удивить и вы возможно после этого видео еще больше полюбите родной флот мира кораблей кстати на связи get fan и сейчас я попрошу вас не игнорировать просьбу и прожать лайк за интересный видосик а теперь поднять паруса впереди нас ждет любопытнейший детектив сага начинается загадочного бонус кода экономика позитивно который появился в моем телеграм-канале где мы регулярно публикуем для вас способы получения разных приятных мелочей подписывайтесь кстати если еще нет но коды как вы понимаете мы не регенем из воздуха а собираем из разнообразных источников в один канал для вашего удобства и конкретно этот код был из группы кораблей которую разработчики подкрепили этой загадочной картинкой в начале комментаторы не заметив иронии просто забрали приз и продолжили свои дискуссии о текущих игровых событий но оказалось что в этой штуке была глубокая смысловая нить все уходит корнями в патч war thunder в тот день разработчики изменили экономическую модель игры снизив награды в бою но видимо перегнули палку игроки на высоком уровне начали страдать от экономического бремени потери техники стали настолько болезненными что по сути лишали игроков прогрессии по валюте ну то есть если говорить проще все стали уходить в минус по своей сути разработчики поставили игроков перед выбором либо берите премиум аккаунт и все будет как раньше либо играйте больше на низких уровнях чтобы оплатить выход в бой на высоком но игроки вместо того чтобы смириться со своей участью выбрали третий не озвученный путь они выступили против системы и за свою трибуну выбрали steam и если говорить коротко суть месседжей чаще всего сводилась к термину донатная помойка который тем не менее они все равно продолжали играть но и будем критиковать терминологию недовольных игроков главный момент тут в том что недовольных было не один и даже не два человека нет бунт реально оказался большим буквально за пару дней игра утопала в море критики получив где-то 87 процентов отрицательных отзывов что спустило рейтинг игры на смешанный то есть говоря по нашему сомнительная игра получилась это вызвало настоящий шок для разработчиков и первая реакция была просто не замечать эту проблему и упоминание о стиме просто убрали но тактика страуса видимо не давала результатов и ее решили изменить под натиском падающего рейтинга разработчики обратились к игрокам они перешли в состояние торга и стали напоминать о принципах free-to-play игр напомнили о том что для создания контента им необходимо есть сервера стоит денег а если игра не будет давать прибыль то и игры в общем-то не будет ну а целых 80 процентов игроков совсем ничего не платит ай-яй-яй какие негодяи после этого обидного поста вся эта буря в стакане в конце концов наконец-таки улеглась игроки извинились перед разработчиками достали бумажники и начали дружно покупать премиум аккаунта доводя статистику до приятных 100 процентов и на этом все в общем то и закончилось поверили конечно нет на этом все просто не могло кончится возможно 20 процентов донатеров кажутся незначительным числом но в реальности этого мне кажется не так уж и плохо с бесплатным контентом ведь всегда так бывает особенно в снг регионе уверен у большинства free-to-play игр примерно такие же цифры и ничего себе живут развиваются да что ж там у платных тоже статистика похожа ведь у нас как даже платный контент пиратит завидной регулярностью что кстати плохо я к примеру если игра нравится стараюсь ее покупать и надеюсь что разработчики сделают еще одну такую же тем не менее несмотря на все вот это я точно знаю что вот это за окошко для чего она нужна и почему это плашка вызывает во мне бурю негодований жми лайк если понял о чем я и тоже копировали диски с проката чтобы поиграть в них побольше и коль уж мы с вами совсем уж разуткровение челись то сообщу вам что с ютубом к примеру дела еще обстоят веселей просмотров сотни тысяч она бусти спонсоров всего несколько десятков кстати спасибо всем кто нашел возможность поддержать выход контента нас мало но мы в тельняшках ну а дальше дело было так короче месседж гаджинов был возможно понят но при этом был полностью проигнорирован и игроки продолжали покрывать игру негативными отзывами в steam вплоть до 24 мая и только тогда ветер изменился и в противостоянии игроков и разработчиков вмешался steam аннулировав при этом практически 50 тысяч отзывов отметив их как не по теме если вы сейчас подумали что у гаджинов есть такая большая власть чтобы вертеть габеном я спешу вас успокоить это автоматическая система созданная для борьбы с массовым негативом которая уже применялась на практике и не однажды с другими играми но сейчас нам важно просто знать что благодаря этому рейтинг игры обратно поднялся со смешанного да в основном положительного что можно было бы трактовать как победу разработчиков и сейчас когда казалось бы игроки проиграли я скажу вам что нет слава богу в действительности победил то здравый смысл разработчики возможно взвесив риски сделали шаг навстречу игрокам возможно они осознали что без 80 процентов игроков играющих бесплатно не будет и 20 процентов донатеров поскольку будет невозможно создавать интересные матчи может конечно аргументация была и другой для этого шага я точно не знаю но в любом случае гаджины извинились перед игроками откатили изменения в экономике признав что прогрессия для игроков важно и отошли дальше в тень чтобы думать над другими менее радикальными методами монетизации если правильно понял их сообщение и вот тут мы возвращаемся обратно к тому с чего начинали 24 мая разработчики мира кораблей подкололи коллег и раздали своим игрокам бесплатные дни премиума независимо от того как кто-то оценит данный троллинг мне показалось что все это было сделано хорошо и не потому что леста занесла мне чемоданы денег кстати где они ладно не будем про это давайте обратно к теме я так думаю в основном потому что экономика в мире кораблей действительно очень привлекательно для игроков настолько хорошо что даже играя на теоретически убыточных супер кораблях которые вот именно так и анонсировались перед продажей игроки все равно не теряют серебро при нормальной игре на них а с премиум аккаунтом так вообще и фармит на них неплохо кроме того в игре есть мощные премиумы высоких уровней которые можно до сих пор купить за игровую валюту которую бесплатно получается просто за игру есть ранговые бои где можно зарабатывать донатную валюту которую чаще всего покупают за реал периодически проводятся акции и порой они бывают ну очень привлекательными недавно было предложение получить три советских премиум корабля бесплатно просто за игру и суть задачи была в том чтобы принимать участие в марафоне и тогда кто-то боялся что нужны десятки а то и сотни боев для получения халявы ну и захейтили эту акцию не разобравшись а на деле я прошел проведя в среднем пять с половиной боев в день и получается что получил все награды вполне себе за адекватное количество боев прямо сейчас кстати вообще на халяву раздают чуть ли не месяц премиум аккаунта всем участникам нового марафона и еще разыгрывают крутой супер комп о чем я рассказывал в последнем новостном дайджесте ссылочку если заинтересовало найдете в подсказках в общем сравнивая чистую экономику мира кораблей и war thunder а во вторую игру я кстати тоже играл выигрывают кораблики с большим отрывом потому я думаю что лестов вполне себе может позволить тут шутить над коллегами и надеюсь вам эта история показалась интересной поучительной и забавный я уж дальше выступая в роли капитана очевидности скажу возможно банальную но важную вещь не забывайте поддерживать те игры и тех разработчиков ну и блогеров тоже который вам нравится иначе они могут поддаться хандре и забросить свое дело а вы останетесь без любимых игр и без любимых видосиков а ведь ваши донаты и покупки в игре или даже просто активное участие в сообществе могли бы обеспечить продолжение банкета и надеюсь вы сейчас поняли о чем я и это не только про гаджинов или лесту давайте не жмите свои лайки они бесплатны кнопочку найдете ниже под видео а я же напоследок предложу подписаться всем кто хочет быть в курсе важных корабельных событий выражу благодарность бустером которые помогли выходу в этого видео в особенности адмиралам константину пучкову параноику алексей емельянову дмитрию виноградову чинке послу кость кутошнукову михаилу рубцову дэнчику иванову тёме казаринову из цель ави спасибо всем за поддержку не иссякающих вам финансовых потоков и до связи в новых видео на тв get fun пока пока